Добрый вечер всем Которые помогут нам найти рецепт счастливого семейства Для этого, конечно, нам нужна помощь свыше Давайте помолимся сегодня Отец наш Небесный Мы благодарны Тебе, что можем называть Тебя Отцом нашим Благодарны, что можем слышать, как Ты нас называешь Детьми Твоими Ибо в этом общении, Господи, Ты показал всю глубину и красоту Той семьи, подлинной, христианской семьи, которую Ты желаешь видеть в каждом доме Даруй нам мудрости свыше Даруй нам откровения слов Твоих из Священного Писания Просим во имя Иисуса Христа. Аминь Одна из главных проблем несчастных семей заключается как раз в том, что мужчине и женщине очень трудно понять друг друга Но как-то принято считать, что вроде мужчине даже еще сложнее понять женщину Я слышал, как один автор написал, что у мужчины в принципе в жизни есть два периода, когда он не может понять женщину Первый период это до женитьбы А второй период это после женитьбы Но на самом деле я убежден, что точно так же трудно и женщине понять мужчину Для этого надо прикладывать усилия Для этого надо трудиться вместе Надо съесть путь соли вместе Сколько лет надо, чтобы путь соли съесть? Мне кто-то сказал 16 вроде бы, да? 16 лет, чтобы путь соли съесть Но особенно те, кто любят соленые грибы и помидоры То, наверное, и 8 лет хватит на это И в этом совместном труде Общении совместном Когда мы едим вместе Трудимся вместе Мы начинаем понимать лучше друг друга Но мы знаем Все равно много несчастных семей Здесь есть, я знаю, в этом зале несчастные семьи Кто-то, может быть, смотрит нашу программу в эфире сейчас И тоже оглядывается на свою жизнь, на свою семью И считает себя несчастным в семейных отношениях Что же такое несчастная семья? В особенности, когда супруги начинают винить друг друга в своем несчастье Как это можно себе визуально представить? Я хочу пригласить Кристину Кристина у нас художник Кристина, если вот вы бы сели за этот стол сейчас И помогли бы нам визуально представить на бумаге Что с собой представляет несчастная семья Когда люди винят друг друга Поможете нам в этом? Хорошо, начинайте, Кристина И когда мы подойдем к завершению нашей программы сегодня Мы попросим вас показать Как вам удалось передать это А если у вас будет и время Больше, чем нужно Может быть, на втором листе вы нам покажете Как выглядит счастливая семья Где не винят друг друга И не упрекают друг друга супруги Получится у вас? Попробуйте? Попробуйте Как время будет Да, посмотрим, как будет время Спасибо, Кристина И когда мы говорим о том, что мы начинаем лучше узнавать друг друга И меньше винить друг друга во всех бедах земных и небесных Когда мы трудимся вместе Что-то делаем совместно У нас есть еще один стол здесь И на этом столе у нас пазл Красивая мозаика Где изображена река, вода, лодка Наверное, семья это и есть лодка Которая находится в водах Бушующих, иногда в тихих водах Но нам нужна семья Молодая пара Которые были бы готовы Сесть за этот стол И помочь нам собрать эту мозаику Этот пазл Я бы хотел пригласить молодоженов Две семьи, которые объединены вместе Марущак и Касаван Пожалуйста, где наши эти две семьи Которые объединились в одной супружеской паре Вот я вижу Поднимаются наши друзья И начинают проходить к столу И я думаю, я бы тоже на минутку присоединился к ним Я бы хотел увидеть молодоженов наших за этим столом Где у нас молодожены? Пожалуйста Так, кто у нас? Кто у нас молодые супруги здесь? Садитесь за стол Смело садитесь за стол Проходите Очень даже молодые И мне на минутку микрофон Каким можно воспользоваться? Хорошо Так Вот так Супруги наши Кто у нас супруги? Расскажите, как вас зовут? Лилия Лилия и? Анатолий Лилия Анатолий Лилия Анатолий У вас есть дети, я так понимаю, да? Сколько у вас детей? Двое Двое, как их зовут? Даниил и Максим Вот, Даниил и Максим Если они повернутся, то их даже и в камеру можно будет увидеть Пусть они на минутку встанут Даниил и Максим Так Хорошо Они будут вам сегодня помогать Я так понимаю, да? Собирать этот пазл Сколько лет вы уже женаты? 15 Хорошо, что вы сразу помните А вы помните дату вашего бракосочетания? 24 Сентября Сентября Вот, молодец, он помнит дату Хорошо А кто с вами еще сегодня за столом? Расскажите, Лилия Родители наши Родители Как их зовут? Саша Папа Саша Папа Саша Нина Мама Нина Мама Эмма Мама Эмма Коля Николаевич Давайте смотрите на картинку Вы видите, что нужно сделать Надо изобразить вот эту картину Из вот этих мельчайших деталей пазла Посмотрите, сколько их тут много Сколько их у нас Тысячу штук Получится или не получится? Если сегодня вы не закончите Мы посмотрим, по крайней мере, на тот прогресс Сколько вам удалось сделать И я вас спрошу, было трудно или нет Вместе с родителями С родителями не всегда бывает легко Но посмотрим, что у них сегодня получится К концу нашей программы Будут ли они друг друга упрекать? Мы спросим Я смотрю, семья растет Прибавляются за этим столом еще Замечательно Мы потом уточним, кто еще присоединился им помогать Если у них не получится Достигнуть большого прогресса в этой работе Мы спросим, кто был виноват Ладно? Я убежден, они нам скажут Кто был виноват Наверное, кто-то из них будет точно в этом виноват Но, когда мы начинаем думать о семье Где люди винят друг друга Как вы себе зрительно представляете Жесты в этой семье? Как выглядят супруги в той семье В тот момент, когда они начинают друг друга упрекать? Какие у них жесты в этот момент? Ну-ка, помогите мне Кто-нибудь, покажите Как выглядит Кто-то вот так покажет А еще как Вот так вот Наверное, это самый ходовой жест Вот такой вот жест И бывали у вас ситуации, когда вы начинали использовать Такие или такие жесты Или вот такие Бывали такие ситуации у кого-нибудь? Бывали Я вам сказал несколько вечеров тому назад Что я считаю себя самым счастливым мужчиной, мужем Потому что Господь благословил нас в наших взаимоотношениях дома Но давайте представим себе Что один раз за 30 лет мы решили с супругой попробовать винить друг друга Ну-ка, Галина, пожалуйста, подходи сюда Представим, что наши дети еще дома Они у нас уже выросли, уже разбежались Но представим себе Что они дома и собрались куда-то И я подхожу и говорю Ты зачем отпустила детей на день рождения к подружкам? Посмотри, как поздно их нет дома Я их отпустила? Я их никуда не отпускала Это ты их всегда отпускаешь Ничего подобного Я знаю, что если бы ты сказала бы, чтобы они не пошли Они никуда не пошли бы Да, конечно, всегда я плохая, а ты хороший Стоп, стоп, стоп Стоит мне только говорить Вот и опять стоп, стоп Всегда ты все, стоп Я даже и не знал, что у него так хорошо получается Ну давайте остановимся на минутку Мы видим, как сложился разговор Мы видим жесты Мы видим интонации повышенные И мы видим, какое слово очень часто используется в разговоре Ты, ты, ты А давайте попробуем, развернем этот разговор В иное русло И продемонстрируем, как на самом деле в течение 30 лет Этот разговор происходил бы у нас дома Галя, детей до сих пор нет Посмотри, как поздно уже А они ушли на день рождения к подружке Это ты их отпустил? Да, наверное Ну давай в следующий раз, чтобы у нас не было этих проблем Мы вперед с тобой посоветуемся, а потом уже скажем им наше решение Спасибо, Галина Видите, как состоялся вторая, как состоялся второй диалог Какое слово «мы чаще»? Какое слово вы услышали у Галины? Мы Слышали? Мы А потом, что мне еще понравилось в ответе Галины Что она не говорит о прошлом Она не говорит о том, что уже произошло Она сказала, если вы обратили внимание Давай Следующий раз Мы вместе посоветуемся Посмотрите, сколько важных элементов Для того, чтобы избежать тыкания пальцем и упреков друг к другу Во-первых, мы Во-вторых, вместе А в-третьих, в будущем В будущем Да, и посоветуемся, но в будущем Нет смысла, совершенно нет никакой пользы Говорить в прошлом времени о том, что уже не изменишь, уже не исправишь Надо говорить о том, что еще можно изменить и исправить Как же избежать этой проблемы в наших семьях? Потому что проблема ты, ты, ты виноват Извечная проблема распадающихся несчастных семей Даже тех семей, которые продолжают жить вместе Тех семей, которые уже и 30-40 лет прожили вместе Но если они не нашли пути Разрешения этой конфликтной ситуации То эти отношения еще и больше и больше осложняются И больше и больше начинается раздоров И люди уже пожилые, но продолжают жить в этой конфликтной ситуации Ища того, кто виноват Посмотрите, если пословицу я нашел в русском языке Других не суди, сперва на себя погляди Мудрость хорошая, правда? Других не суди, сперва на себя погляди Или еще одну я нашел Не ищи в селе, а ищи в себе Есть и другие Истинная мудрость другая, записанная в священном писании Я не хотел бы, чтобы никогда ни моя семья Ни семья наших, ни семьи наших дочерей, наших детей Ни те, кто у нас сегодня работает интенсивно Над сбором, над составлением этого пазла Выглядели так, как эти супруги на этой картинке Потому что дьявол делает все от него зависящее Для того, чтобы лишить нас семейного счастья Обратите еще раз внимание Дьявол делает все от него зависящее Чтобы мы даже и не разводились Чтобы мы продолжали жить, называясь мужем и женою Но при этом жили в несчастье и в упреках по отношению друг к другу Потому что он знает Несчастная семья неизбежно сделает церковь несчастной Когда в церковь на богослужение приходит несчастная семья Их несчастье неизбежно распространяется на всю церковь Потому что этот дух несчастья невозможно удержать лишь в одной семье Я вижу и слышу, как многие люди страдают от упреков Которые они слышат в семье И мне показалось, что, наверное, хорошо это можно выразить иллюстрацией Что каждый упрек Это есть рана, нанесенная в сердце Откуда начинает капать кровь Символизирующая нашу любовь И чем больше мы наносим этих ран Тем больше крови вытекает из нашего сердца Той крови, которая представляет нашу любовь друг к другу И бывает, что эта рана затягивается со временем Но мы знаем, когда рана затянулась, что остается еще? Шрам остается И мы знаем с вами хорошо, что этот шрам никогда уже не бывает таким же нежным и гладким Как он был до пореза Это место Оставляет рубец на всю жизнь Любой упрек Любая угроза Любые высказанные грубые слова по отношению друг к другу Наносят эту рану И сердце начинает потихоньку капля за каплей кровоточить и терять тот запас любви Которые мы имели от самого начала, когда начали нашу семейную жизнь Господь нам говорит в Священном Писании Давайте прочитаем вместе Не судите, да не судимы будете Ибо каким судом судите, таким будете судимы Какою мерою меряете, такую и вам будут мерить И вновь Христос обращается и к тещам, и к свекрам, и к детьям, и к невесткам И говорит, какие слова, прочитаем вместе И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь Что ты ищешь вины? Кто дал тебе право говорить, что тот человек не прав? Ведь не зря Христос или апостол Павел передает эту мудрость библейскую В послании к римлянам, 12 главе, 19 стихе Где сам Господь говорит, что возмездие у меня, Он говорит Кто воздаст? Он воздаст Потому что нам не дан этот суд и не дано нам право судить Когда мы говорим, что кто-то не прав То иными словами, мы принимаем на себя эту праведность А праведность мы знаем На что она похожа, праведность, наше человечество? На эти лохмотья гордости и греховности человеческой Поэтому каждый раз, когда вы говорите, что ты не прав Или упрекаете кого-то из своих близких и родных То тем самым вы меряете их правоту своими отрепьями своей человеческой праведности Но может быть, каждому из нас надо остановиться в такой момент И сказать, а может быть, все-таки я виноват Может быть, есть и доля моей вины Может быть, на мне ответственность лежит Поэтому Христос продолжает эту тему и говорит Давайте еще прочитаем Хорошо читать Священное Писание вместе Или как ты скажешь брату своему Да, я выну сучок из глаза твоего Я не слышу, чтобы вы читали Давайте вместе А вот в твоем глазе бревно Лицемер, говорит Христос очень прямо Вынь прежде бревно из твоего глаза И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза тещи своей Или невестки своей Или зятя своего Так легко судить другого И так я понимаю матерям, когда они отдают своего сына И вроде бы теперь их сын уходит в другую семью И теперь его сын уже не мама готовит суп и борщ и салат А это другая молодая женщина, которая не знает и не умеет, как это делать Представьте, как у матери сердце кровью обливается Как же так, ее сынок, которого она растила все эти годы Вдруг будет есть этот невкусный салат Который, это будет молодая женщина делать Ничего не умеющая, да еще и ленивая к тому же Я представляю, как у матерей обливается кровью сердце Сколько боли, сколько страданий И Христос как раз, как раз прямо в точку смотрит и говорит Вот в этом и есть беда наших семей сегодня А может быть каждому из нас надо остановиться и сказать Может быть у меня тоже есть недостатки Может быть я тоже в чем-то виноват И я тогда сажусь и начинаю составлять свой список своих проблем Которые ко мне могут относиться Я ставлю цифру один и пишу Ну, может быть я провожу много времени у телевизора А потом я как-то застреваю и думаю Вроде все остальное хорошо в моей жизни, да? И вроде два, трудно сказать Три, затрудняюсь с ответом Вот если бы меня попросили написать список недостатков Галины Вот бы у меня бы списка и конца бы не было Так ведь? Наверное И так нам легко искать эти недостатки друг у друга И кажется, эти списки можно писать каждый день Но давайте остановимся и скажем Я напишу список своих недостатков И откровенно, честно начнем писать эти списки Давайте помнить Три важных момента в упреках Первое Упреки ведут в тупик Почему? Потому что вызывают детскую защитную реакцию у другого Как только два взрослых человека Один из них начинает упрекать другого Другой ощущает себя в детстве Он вдруг вспоминает, что мама его ругала ее за то, что постель не убрана Или он начинает помнить, что мама его упрекала, что брюки были не глажены Как только начинаются упреки, сразу возникает защитная реакция даже на химическом уровне в организме Тупик Дальше бесполезный разговор Второе Упреки – это свидетельство нереалистичных ожиданий Вдруг начинает нам казаться, что вот если бы моя жена была этой прекрасной, красивой женщиной из аленького цветочка А на самом деле давайте каждый из нас представим, что я, может быть, и есть это чудовище И когда мы ставим себя на место чудовища, тогда все эти ожидания занимают другое место И третье Третье Как только мы начинаем упрекать друг друга Давайте помнить Это признак эмоциональной незрелости Нашей незрелости Ни другого человека Моей незрелости В моих взаимоотношениях В семье Три важных момента Которые я бы хотел, чтобы вы усвоились сегодня И чтобы Господь дал нам силы мудрости Преодолевая их Находить возможность вместе Трудиться Чтобы понять и узнать друг друга Давайте на минутку спустимся к этому столу И спросим Как у вас получилось продвинуться с этой картинкой О, я вижу, тут под градом льется за этим столом Какие-то ссоры возникали у вас? Нет? Нет? Никто никого Не успели еще поссориться пока? Ну ничего Мы им дадим Кто виноват? Кто виноват? Они молодые, они ничего не умеют Ну ничего, родители им подскажут Но прогресс есть Работа идет Пусть Господь их дальше благословит в этом труде Кристина, у нас что-то получилось? Идет? Работа идет? Может на секунду покажете перед залом Что получилось? Сколько к этому моменту Вам удалось продвинуться В том, чтобы показать нам зрительно Что же представляет собой семья Где люди друг друга упрекают? Посмотрите, у нас уже начинается потихоньку шаг за жагом Я вижу первую фигуру Хорошо, когда одна фигура, да? Одной фигуре трудно себя упрекать Но я думаю, постепенно у нас появится и вторая Кристина, продолжайте эту работу А пока Кристина работает Пока семья трудится над составлением этого пазла Мне бы хотелось послушать доброе духовное пение Которое исполнит Лиля Исполнит она именно в этом русле О том, что каждый упрек Это рана, нанесенная в наше сердце Берегите эту любовь Чтобы не растратить ее Чтобы не стекла она этими каплями Из ран нашего сердца Пожалуйста, Лиля Так бывает порою На хороших людей Скажет что-то плохое И разлучат руси Гибнут нежные чувства Остывает любовь Из-за чих-то коварных Из-за висливых слов Гибнут нежные чувства Остывает любовь Из-за чих-то коварных Из-за висливых слов Крикнуть хочется людям Чтобы слышал весь свет Осторожней с любовью Ведь возврата ей нет Злого в мире довольна Берегите ж любовь От ударов коварных Из-за висливых слов Злого в мире довольна Берегите ж любовь От ударов коварных Из-за висливых слов Всем нам нужно учиться Счастье в жизни беречь Чтобы больше на свете Была радость не встреч Чтобы горечь разлуки Не грозила друзьям Не давайте же люди Волю пошлым словам Счастье в жизни беречь Чтобы горечь разлуки Не грозила друзья Не давайте же люди Волю пошлым словам Чтобы уберечь эту любовь Нам нужна сила свыше Я знаю и в этом зале И в тех В тех домах, где смотрят Нашу программу сегодня Мы все нуждаемся В Божьей силе и защите Давайте помолимся вместе Господь наш Мы осознаем сегодня Что без тебя У нас нет силы Для того, чтобы Не наносить раны Друг другу Упреками Недобрыми словами Недобрым отношением Или взглядом Господи Дай нам дух твой святой Как ты обещал Дай нам свыше Чтобы этот дух твой Вошел в мою жизнь Чтобы я нашел И увидел Что мне нужно Меняться В первую очередь И любить И принимать Другого человека Как ты меня Простил и принял Дай нам силы Господи Благослови Наши семьи Большие семьи Господи Малые семьи Те, кто еще не женат Те, кто не в замужестве Благослови Всех нас Потому что мы все Одна большая семья Народа Божьего Просим во имя Иисуса Христа Аминь 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 Аминь